Всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова. Меня зовут Юлия Прэлл, и это уже моя 13 попытка записи вступления к этому видео. В сегодняшнем видео вы можете ожидать формат «Собирайся со мной» либо «Болтаю и крашусь». Я расскажу вам, как прошел мой день рождения, прошел ли он так, как я этого хотела, или нет. Вы это узнаете сегодня. И я расскажу вам, что сейчас происходит в моей жизни, что интересного произошло за последние недели. Мне кажется, это очень интересный формат, потому что вы можете узнать таким образом обо мне чуть больше, чем вы просто узнаете из видео, где я делаю обзоры на косметику. О, и совсем забыла, я буду использовать сегодня свои самые любимые фавориты косметики, которые я использую каждый день, и в которых я уверена, и которые я, ну, как мне кажется, рекомендовала бы вам тоже. Поэтому да, надеюсь, вам понравится это видео. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал, чтобы не потерять мой канал с виду. И давайте уже начинать. Поехали! Я очень надеюсь, что эта цепь не очень сильно звучит, она тяжелая достаточно, и также очень звонкая. Я не часто надеваю ее именно по этой причине, потому что она очень громкая, в носке. Как прошел мой день рождения? Он прошел нормально, и выбор ресторана оказался не прям супер классным. Почему? Потому что люди, которые ходят в этот ресторан, стейк-ресторан, они, ну, в возрасте именно по этой причине, что там не так много молодых людей, как я. Вайп был немножко, ну, такой, знаете, ммм, то есть не было так весело. Мы пригласили друзей своего мужа, и это те люди, с которыми, как бы, да, мы иногда встречаемся, я знаю, что они, ну, достаточно веселые. Но именно в день, когда я праздновала, я не думаю, что был тот уровень коммуникации, к которому я привыкла. То есть, знаете, есть те люди, с которыми ты знаешь, что можешь поговорить обо всем и ни о чем. Но это как раз-таки не был тот случай, и, как бы, не знаю, я не виню в этом никого. Просто я думаю, что иногда нужно думать лучше, кого приглашать на день рождения, и, ну, в общем, приглашать того, кого ты знаешь, с кем ты можешь пообщаться очень хорошо на разные темы. И еще другой момент заключается в том, что, когда я уже, ну, пришла домой, вечером я звоню маме, она спрашивает меня, типа, дарили ли подарок эти люди? Я говорю, нет. И она такая, серьезно? Я говорю, да. Представляешь, то есть, вот у нас в России как-то идешь на день рождения, ты всегда даришь подарок. То есть, это, как бы, у нас традиция, это признак хорошего тона, как мне кажется. Изначально не придала этому значения особо, но теперь я понимаю, что у каждого человека здесь отличается отношение к праздникам. То есть, кто-то прям думает, а, день рождения, да, там, подарки нужно дарить, а кто-то, ну, типа, обычный день. Но все-таки это было немножко печально, что получилось все именно так. Просто потому, что я привыкла праздновать день рождения, ну, в русском стиле. Там, ты даришь подарки, я дарю подарки. Но, опять же, это не значит ничего плохого. Просто я говорю, что у всех разные ценности, да, когда дело касается праздников. Это нормально. Я сегодня решила использовать палетку от Makeup by Mario. Это та, не знаю, скучная палетка, наверное, которая вряд ли может вас вдохновить сделать какой-нибудь макияж, какой-нибудь супер необычный. Но эта палетка хороша тем, что она идеальна на каждый день. Я к ней очень часто прибегаю, когда хочу, когда я не хочу думать, наверное, о том, какую палетку мне использовать для такого неудобного макияжа. То есть все было, как-то, знаете, вот как обычный какой-то ужин. Еда тоже неплохая была, но надо сказать, что мы очень часто ходили в этот, ну, как, достаточно дорогой ресторан, который называется Meat Market. Их очень много на территории США. И я обожаю ходить в него, потому что там очень вкусная еда. Ну, конечно, там дороговато прямо-таки, там, ну, хорошие такие цены. То есть там можно наесть на четырех человек на шестьсот долларов. Да, в этот раз она гораздо меньше была, которую заплатили мы и, как бы, семья, с которой мы ходили. Так, моя батарея сейчас сядет через буквально секунду. Раз, два, три. Конечно, самое главное это внимание. Самое главное это, чтобы хоть кто-то пришел на твой день рождения. Поэтому это дало мне такой урок того, что приглашает только тех, кто нравится тебе, с кем ты знаешь, ты можешь хорошо пообщаться. Ну, и, конечно, лучше всего иногда, мне кажется, просто быть со своим любимым человеком и веселиться. Вот и все. Очень нравятся эти тени. Я слышала много кто говорит, что вот эти тени, они неоправданно дорогие, они ужасно растушевываются. Просто не знаю, как-то я пока этого не вижу. Сколько раз я пользовалась этой палеткой, я этого не замечала, если честно. Также с днем рождения я решила сделать что-то необычное и решила, что кто-то должен меня красить. Не я сама, а кто-то. В общем, мои впечатления каковы? Я считаю, что как, если ты любишь макияж, у тебя целая куча макияжа, как у меня, то иногда, наверное, лучше сделать его самой. Я не говорю, допустим, о свадьбе, потому что если бы я еще раз выходила замуж, я бы, наверное, все-таки пошла к визажисту. Это всегда здорово. Это всегда здорово посмотреть на то, как другие видят себя, вычерты лица, и как они могут быть подчеркнуты. Это было интересно. Но у нее была палетка Huda Beauty, которая называется Notti. Я говорю, вот давайте ею. Я знаю эту палетку, она очень классная, у нее классное качество. У нее еще была палетка Huda Beauty Remastered. Я сказала, что нет, я знаю, что эта палетка не очень. Давайте мне палетку Notti. Я не знаю, мне показалось, что я бы смогла то же самое сделать на своих глазах, используя палетку и не платя за макияж. Но это был хороший экспириенс. То есть мне понравилось, я не знаю, увидеть себя с другой стороны и просто отдохнуть. Да, они там красятся, делать укладку. Сейчас, наверное, я хочу нанести какие-нибудь спарклы. Возможно, эта палетка. Если вы заметили, ребят, я сейчас стала меньше постить видео себя на YouTube-канале. И мне кажется, причина в том, что не то, что перегорание наступает или что-то вроде того, нет. Я просто стала, наверное, больше, знаете, думать о том, о тот ли контент, о правильный ли контент я загружаю, будет ли он интересен людям. И иногда даже у меня есть идея, о чем снять видео, но ты так думаешь, думаешь и осознаешь вдруг. Наверное, это неинтересно. Опять же, когда ты включаешь YouTube, столько классного всего уходит на YouTube каждый день, каждую минуту. И ты думаешь, блин, а может быть то, что я загружу, не будет так интересно, и это будет вообще провалом. Поэтому сейчас я как-то... Мне кажется, я сейчас опять хочу войти в это русло творчества, потому что я не знаю, что случилось. Но вообще, может быть, это просто такой период времени. Поэтому посмотрим. Я определенно хочу вам дарить очень много классного контента, видео выпускать очень-очень часто. Но иногда я смотрю на американский YouTube, и я так смотрю, вау, видео каждый день. Это просто, это круто, это очень классно. Оля Родотом тоже видео каждый день выпускает. Я прям смотрю на это, и я понимаю, что это нелегко. Это не только нелегко, но еще и, например, мой муж иногда говорит, типа, Юля, все, что ты делаешь, это снимаешь видео, потом редактируешь их, и это не всегда забавно и весело, потому что я смотрела видео Анджелике Неквист, как-то не так фамилия, она говорит, что вообще работа ютюбера, это очень одинокая работа. Ты снимаешь, ты редактируешь, ты все это время находишься одна, и это правда, я согласна с этим, что ты все время находишься одна от процесса съемки до процесса редактирования одна. И иногда ты, наверное, чувствуешь действительно себя как будто бы обделенная, особенно когда ты открываешь Инстаграм, и все там что-то делают интересное и классное, а ты все делаешь, что редактируешь. Иногда это может тебя как бы задеть, и у тебя будет меньше мотивации снимать. Иногда даже просто классно прожить хотя бы один день, зная, что тебе не нужно делать контент. Да, это очень хорошо для психологического здоровья, равновесия, поэтому иногда я это практикую. Но, конечно, это очень круто, выкладывать видео каждый день. Это прям, наверное, то, к чему, мне кажется, стремится каждый ютюбер, но тут тоже нужно понимать, что контент и количество, да, вот качество и количество тоже важны, то есть можно выкладывать видео каждый день, и можно выложить, например, одно видео, ну, там, два видео в неделю, и какой-то из них точно войдет в топ и, в общем, будет популярным. Я считаю, сейчас я лучше подольше посижу, поредактирую, чтобы это был хороший, качественный монтаж, без всяких там э-э-э, и чтобы это было приятно смотреть эстетически, и как еще там можно сказать. В общем, чтобы это было приятно смотреть, и для меня сейчас это очень важно. Хочу сократить время своего редактирования, потому что иногда оно занимает у меня, ну, я могу, допустим, закончить снимать, например, в 4 часа, начать, допустим, в 11 или в 12, я могу закончить свое редактирование в 12 часов ночи, не полностью, только половину я отредактировала, и вернуться утром, и редактировать, допустим, ну, с 7 утра, например, до, там, в 12 или часу дня, То есть у меня редактирование очень много занимает времени, потому что я всегда прохожусь по всему видео, ну, два-три раза точно, и я всегда понимаю, что, ага, там, это вот вообще здесь не нужно, это лишнее. Допустим, я еще хочу что-то добавить экстра к своему видео, какую-то перчинку, чтобы это было интересней и оригинальной, поэтому иногда у меня видео так долго выходит. Реальное редактирование это что-то, что занимает такое огромное количество времени, и я иногда завидую, знаете, тем ютуберам американским, у кого есть свой редактор, кто редактирует их видео. Это круто, но я так подумала, ну да, окей, ты заплатишь деньги, там, то, сё, сколько это вообще хорошо, это уже не твой взгляд на видео, это уже взгляд того, кто редактирует видео, правильно? И, соответственно, как подписчики увидят вот то, что это твое творчество, то есть это твой подход, я не знаю, какие-то фишечки там твои есть, понимаете? Это круто, определенно, это очень здорово, когда у тебя есть свой редактор, мне кажется, каждый хочет к этому прийти однажды, однажды, когда-нибудь, у меня он будет. Определенно нравится наш лог, он такой простой, но при этом он очень хорошо подходит к моей футболке сегодня, кстати, она у меня, знаете, как его сайт, из сайта Шене, я заказала целую кучу одежды оттуда, и очень часто бывает так, что на шейне одежда, она либо может быть слишком большой на тебе, либо слишком маленькая, эта футболка, она большого размера, в смысле как, она оверсайз, вот, это оверсайз футболка, и я заказала размер, по-моему, XS, и это она такая огромная, что мой муж даже может её носить, он её померил, это было так смешно, эта футболка подошла, другие вещи, окей, нормально, ну, могли бы они быть поменьше, потому что я заказывала размер S, и для меня сейчас самый лучший размер это XS, потому что таким образом, когда XS, всё выглядит просто отлично, то есть как будто бы на тебя вещь сшита, поэтому да, Шейн, неплохой сайт, кстати, я заказывала туда что-то давно, ничего не подошло, то есть нужно быть уверенной в том, что вещи, которые вы заказываете, это не чистый прям полиэстер, конечно, сейчас всё-таки гораздо больше популярностью пользуются, знаете, что, сайты типа Pretty Little Thing или Fashion Nova, в Fashion Nova я заказывала оттуда платье на день рождения, оно оказалось слишком секси, муж сказал, Юля, что это вообще такое, потому что оно было очень открыто, у них быстрая доставка однодневная, она работает реально, хоть она и стоит, по-моему, 15 долларов, но это стоит, если вам нужно платье прям срочно-срочно, и вот так выглядит мой конечный макияж глаз, мне нравится, как смотрятся эти тени, они смотрятся нормально, но нет такого эффекта вау, как мне кажется, я использовала вот этот розовый оттенок, действительно очень красивый оттенок, на самом деле, мне он понравился, но знаете, что не хватает этим теням от Makeup by Mario? Им не хватает какой-то яркости, я не сказала бы, что тени очень насыщены сами по себе, то есть, не важно, сколько вы нанесете их на веки, и каким образом, кисточкой или пальцем, все равно, как-то не смотрится это настолько прям вау, такие тени на повседневный макияж, но не на выход. Далее, самая интересная часть, это лицо, я приобрела вот такой праймер, о котором, я уверена, многие слышали, называется он Bare With Me Hydrating Jelly Primer, то есть, это праймер, очень интересной текстурой, такой желейной, на моей коже очень классно, ведет себя праймер в такой текстуре именно, мой макияж, он держится очень-очень долго, и любая основа, она приклеивается, что ли, к коже, и в качестве тона мы сегодня будем использовать мой уже любимый тон от ELF, их CC Cream, я влюбилась в него с, наверное, первого применения точно, у меня он в оттенке Light 210N, и это, ну, не совсем прям, возможно, идеальный оттенок, но это был самый нормальный выглядящий оттенок из всех остальных, здесь SPF 30, и поэтому вдвойне хорошо, то есть, я всегда SPF использую каждый день, вне зависимости от того, дома я или не дома. Изначально, когда ELF вышел с этим продуктом, я как-то, господи, все о нем говорят, да, зачем он мне? Я смотрела видео Саманта Марч, и она также думает, для нее, когда кто-то говорит о каком-то продукте очень много и часто, ее это отпугивает от покупки, и у меня также, когда я вижу очень-очень много обзоров на какие-то продукты, я дистанцируюсь, и пока я сама не захочу купить его, я его не куплю, то есть, так вот, странно, наверное, но все-таки. И я его купила, это продукт от ELF, и я просто поняла, о чем вообще весь хайп, почему все о нем так говорят, если вот у вас есть что скрыть, но вы не хотите, чтобы вашей коже, понятное дело, было очень-очень много косметики, то этот продукт вам должен понравиться. Еще, кстати, очень интересный момент, я изучила новую технику, оказывается, что не нужно наносить тон на зону вокруг глаз, вместо этого наносить консилер на эту зону, поэтому эта техника у меня только так идет. Так, я вообще забыла, мы сегодня болтаем, это очень странно, но иногда мне нравится, ну, знаете, сказать, что я использую, извиняюсь, что я забыла. На самом деле все идет, как оно идет, степенно Флорида открывается, мы путешествуем, как можем, мы путешествовали в Форт Элдердейл, и это было потрясающе, путешествовать после целого года не путешествий, как бы, да, все открывается, ура, как это круто, это было приятно осознать, что уже не все так строго, как это было раньше. Да, в общем, муж мой работает также в основном из дома, наверное, поэтому, когда он куда-то собирается ехать, я, знаете, да, хорошо, отлично, то есть иногда очень даже классно отдохнуть друг от друга, потому что ты успеваешь соскучиться друг по другу, и это тоже иногда здорово, успеть соскучиться друг по другу, особенно после карантина, когда мы были друг с другом 24 на 7. Сейчас я, как мне кажется, пытаюсь понять, что я хочу сделать еще для своего канала, то есть, да, у меня есть там видео обзоры, но я хочу делать что-то большее, и каждый раз, каждый раз я вижу видео, там, куплю-не куплю, я смотрю на эти видео, и я понимаю, что я тоже это могу сделать, но иногда, нет, не лень, тебе просто страшно, ой, какая реакция будет у людей. Я не из тех людей, кто, знаете, боится чего-то, но просто иногда ты думаешь, а вдруг у меня не получится, а вдруг это будет ужасно, вдруг это будет странно, ну, как бы, поэтому я хочу определенно какую-то новую рубрику на своем канале, чтобы это было интересно. Этот продукт я, кстати, получила в, по-моему, Boxy Charm или Ipsy, не помню, и это подсвечивающий консилер, он может использоваться как консилер поверх нанесенного консилера, также может использоваться еще и как хайлайтер жидкий, он создает ощущение, будто вы спали 15 часов, да, вот настолько он классно подсвечивает вот эту зону, мне очень нравится. Далее, моя самая любимая часть, это нанесение бронзера, если вы помните, я покупала его на распродаже в Sephora, и это бронзер от Nars в оттенке Lagoon, кремовый бронзер в невероятно, я бы сказала, универсальном оттенке, то есть в нем нет какой-то рыжины, но он и не очень какой-то коричневый, то есть идеальный, он реально идеальный. Насколько большая разница с бронзером без бронзера, то есть он дает такой естественный эффект загорелой кожи, как будто бы у вас лицо такое более... Вообще сейчас, по-моему, такая эпоха, что все кремовое, оно безумно популярно, я раньше никогда, наверное, бы не использовала кремовый румян или кремовый бронзер, просто потому что, ну, я раньше считала, что это так сложно, мне кажется, даже кремовая текстура, она чуть полегче, и это, естественно, смотрится гораздо более натурально, чем не кремовая текстура. Нанесем наши румяна, также кремовые, естественно, и они у меня от бренда Melt, сейчас это те самые румяны, которые я использую именно с этим бронзером, и очень классно растушевывается, и потом я просто прохожусь пудрой, потому что некоторые румяна не любят, когда вы наносите их на пудру, вот, да, и оттенок у меня, и оттенок этих румян называется у меня Honey Thief. И немножко, естественно, на нос, чтобы создать такой, знаете, летний свежий образ. Сейчас я смотрела, кстати, видео одной девочки, она очень классно милает макияж, и она отвечала на вопросы своих подписчиков, и я подумала, а может мне тоже так можно сделать, спросить у вас вопросы, которые вы хотели бы, чтобы я на них ответила, я на них отвечу. Я никогда такого не делала в жизни, и мне было бы очень интересно узнать, что вы думаете, что вы хотите знать обо мне больше, или о моем канале. Я не знаю, давайте сделаем это возможным, если вы хотите спросить у меня какой-то вопрос, то либо пишите здесь в комментариях, либо вы можете перейти на мой инстаграм, и там я, скорее всего, сделаю вкладку с вопросами, и вы сможете задать мне вопрос. Мне кажется, это будет очень весело отвечать на ваши вопросы, так что давайте сделаем это возможным. Пудра, она мне в целом настолько нравится, просто серьезно. Я раньше как-то не понимала, ну, пудры, пудры, как бы, что в них может быть такого классного или восхитительного, но когда я пробовала эту пудру от Huda Beauty в мини-размере, это небольшой размер, я в нее влюбилась, потому что она дает самый потрясающий такой блюр-эффект на вот зоне вокруг глаз, и это на весь день. В течение всего дня у вас эта зона не жирнится, она остается все такой же матовой, и мне нравится, что она очень вкусно пахнет, вот правда, она реально очень вкусно пахнет. Я пробовала много пудр, и Лауре Мерсье, и пудра какая-то там от By Terry, ни одна из них не показывала себя так хорошо в работе, но опять же, не нужно перебарщивать с пудрами, и также мы стараемся вбить ее немножко вот сюда и растянуть вверху, и это очень помогает, чтобы немножко вытянуть взгляд, сделать такой лисий взгляд. Это было так смешно, муж вошел сюда в комнату и говорит, пришло время, я говорю, к чему пришло время, только пришло время, мексиканская кухня. Мы обожаем мексиканскую кухню, и мы едим ее, наверное, ну раз в неделю точно, не больше, потому что иначе, сами понимаете, а нам очень-очень нравится одно место, в которое мы ходим, и у них самые-самые лучшие кисадилии, самые лучшие тако, вообще все очень вкусно. Так что да, в Америке здесь так, каждый вторник здесь тако тюздэй, мексиканский вторник. О, кстати, на сегодня вторник, поэтому, да, можно сказать, сегодня мексиканский вторник. Опять же, все сегодня у нас розовое, и зеркало, и футболка, и хайлайтер, это совпадение, не думаю. Хайлайтер этот сейчас стал моим любимым хайлайтером, определенно, на каждый день я его очень люблю использовать. И в прошлом видео, я, кстати, говорила вам, очень странно, он почему-то не берется кисточкой, но на самом деле, эта формула хайлайтера, она как Super Shock Shadows от Colourpop, и это очень мокрый хайлайтер, то есть у него мокрая формула, и нужно использовать кисть, которая будет предназначена именно для кремового хайлайтера, вот, именно поэтому я использую кисть от Luxy 513. Самое главное насчет моих волос, я совсем забыла про это, в общем, я, наверное, говорила вам, что я ходила к трем разным мастерам, чтобы сделать мои волосы, и каждый раз я приходила домой, мои волосы выглядели очень рыжими, как будто бы, ну, в общем, деньги, которые мы отдали за работу мастеру, это все было на ветер, потому что, ну, я ни разу не была удовлетворена их работой, в итоге, в этот раз я решила пойти в салон, который очень-очень близок к нашему дому, и отзывы у него были прям шикарные, то есть там все пятерки. Я пошла к мастеру, он оказался мужчиной, и он сделал вообще что-то невероятное, как мне кажется, в общем, получается, что мужчины, они чуть более сильны в окрашивании волос, я ни разу не ходила на покраску к мастеру-мужчине, если это о чем-то говорит вам, поэтому, да, иногда, если вы живете в Америке, то вам нужно будет пройти через несколько, я не знаю, это касается и врачей, и мастеров по волосам, мастеров по маникюру, придется найти своего, как раз-таки, методом проб и ошибок, но это стоило определенно, я счастлива с цветом, который сейчас у меня есть, он еще не совсем блондинистый, но тем не менее, я иду к этому, тем более, что, может, освещение не такое, если вы видели мое фото в Инстаграме, то там цвет прям выглядит, каким он должен быть сейчас, мне кажется, он может выглядеть немножко более оранжевым, я буду использовать свои щипчики от Shiseido, которые я использую сейчас каждый день, до этого я не понимала, зачем вообще эти щипчики, что они дают, что они сделают, сейчас я смотрела видео одной девушки, она говорит, я держу эти щипчики как минимум одну минуту, и вы, наверное, видите разницу с щипчиками, без щипчиков, то есть вы даже не можете видеть моих ресниц на этой стороне, я буду использовать свою любимую тушь от Charlotte Tilbury Pillow Talk, и изначально я не поняла эту тушь, потому что я использовала ее без щипчиков от Shiseido, и таким образом мои ресницы, они как бы не были готовы к использованию туши, и они никак не приподнимались, они не выглядели достойно, я бы сказала это так, но когда я стала использовать щипчики, я увидела разницу в нанесении, в том, как это смотрится, и я стала фанаткой и этой туши, и этих щипчиков. И еще я сейчас стала очень любить использовать белый карандаш, он также от Makeup by Mario, просто обычный белый карандаш, когда я купила его, я не понимала, я не поняла, зачем он вообще. Белый карандаш для чего? Для моей белой подводки, в смысле для того, чтобы сделать белую подводку. Нет, это странно, но потом я стала смотреть видео, и я поняла, что этот карандаш, он идеально смотрится на слизистой, и мы просто наносим его таким образом. Я не хочу использовать слишком много его, ну, как бы да, примерно вот столько, и вы увидите разницу, сейчас на самом деле она очевидная. Так это смотрится, я смотрю мою любимую блогершу, ее зовут Кейли, как же ее зовут? Кейли Страк, и она использует постоянно такую белую подводку на свои слизистые, и это смотрится шикарно на ней, я поняла, что мне это тоже нравится. Ничего такого сложного, но при этом образ смотрится гораздо более интересным, и как будто бы вы сделали что-то сложное как раз таки, но нет. Сейчас помадой я буду использовать свою помаду от Colourpop, коллаборации с Барби под названием Dream House. Честно, я не ожидала, что она сегодня будет все такое розовое. Да, pink overload. Я даже не знаю, на кого я сегодня похожа. Похожа на Барби, или я похожа на кого-то из 90-х? Но мне нравится этот образ, я не знаю, мне кажется, в этом образе что-то есть определенно. Помада и футболка, это то, что мне кажется, сделает этот образ, ну и, конечно, цепь. Мне было очень приятно видеть вас всех сегодня на своем канале. Я надеюсь, что я не разочаровала вас своим контентом, и очень надеюсь, что вам понравилось наше сегодняшнее разговорное такое chill-видео. Дать мне знать в комментариях, ребят, нравится ли вам сегодня мой образ, потому что, мне кажется, я обычно не так выхожу на камеру, я обычно не так выгляжу, поэтому, да, что новенькое. Спасибо за просмотр еще, я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных дней, когда у вас получается идеальный макияж, это важно. И да, кстати, ребят, не забывайте, пожалуйста, писать вопросы в Инстаграм или здесь внизу в комментариях, что вы хотели бы спросить меня, ответы на какие вопросы вы хотели бы услышать. Мне будет очень интересно почитать ваши вопросы. Да, ребят, не прощаюсь с вами, ваша Юля. Увидимся скоро. Всем пока.